Привет всем, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Елена. Дорогие мои, в этом видео я вам хочу рассказать о том, как одеваются в Иране, обязательный хиджаб в Иране, соблюдение норм хиджаба, надо ли носить платок или не надо, потому что очень много возникает вопросов и не у всех есть достаточная осведомленность о том, что происходит в Иране. Поэтому оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайк видео и поехали! Мои дорогие, у много русскоговорящих людей при слове Иран, какая ассоциация возникает? У многих, к сожалению, возникает образ женщины в парандже. Я не буду всех обобщать, но, к сожалению, такой стереотип у нас сложился. Исламское государство, исламская страна, ислам, все, значит, только полосочка глаз видна. Это я все также сужу по вашим комментариям, которые вы оставляли в моем видео, нашумевшем видео о том, как живут иранцы. Поэтому в этом видео я вам хочу немножечко, может быть, разорвать какие-то стереотипы, немножко углубиться в эту тему. В Иране хиджаб закреплен на конституционном уровне, то есть, это страна, где на уровне закона закреплено обязанность женщин носить хиджаб. Хиджаб это очень широкое понятие для Ирана. Для Ирана, я не говорю про все страны, вы там можете увидеть вот такого плана женщин, которые надеты в чадру. Это черная такая покрывающая ткань, ее очень часто даже вот еще платок снизу носит и сверху чадру носит. Ее еще иногда прикусывают зубами женщины в возрасте, чтобы взять какие-то покупки в руки. Очень интересная картина. Но Иран это очень колоритная страна и там можно увидеть и такого плана одежду. В основном эта одежда присуща молодым девушкам. То есть, это просто небольшая шаль на волосах. Это может быть даже волосы спущены вниз и полностью видны. Это я говорю про что, мои хорошие, про то, что некоторые писали, что ничего, что ты голая на этом видео. Голая? Ё-моё. Я стою в майке, в джинсах, а вы мне спрашиваете, а то, что ты голая, это просто трэш. Вы знаете, что сейчас в Иране происходят протесты против чего? Против насильного хиджаба, против обязанности женщин носить хиджаб на уровне закона. Я вам хочу показать картину того, а что будет в Иране, если там отменят хиджаб, а что будет в Иране, если не будут насильно женщин заставлять носить платок на голове. И поэтому я вам хочу показать видео, снятое в эти дни в торговом центре. В верхней части города Тегерана вы посмотрите, как молодежь сейчас одевается. И самое главное, что никому ни до кого нет дела. Люди спокойно ходят, развлекаются, делают свои покупки, гуляют по торговому центру. Кто-то в платке, кто-то без. Это именно то, к чему сейчас стремятся женщины Ирана. Они хотят, чтобы у них была свобода, свобода ношения одежды. То есть, например, как в той же Турции. В Турции, пожалуйста, нету на уровне законодательской конституции обязанности такой. Если ты хочешь, ты носишь. Если ты не хочешь, ты не носишь. Это личное право каждой женщины, как одевать одежду. Нашла информацию, например, в той же Саудовской Аравии. Это одна из стран, в которых уже давным-давно есть какие-то письменные законы о хиджабе, его соблюдении. Но не так давно новое правительство Саудовской Аравии, а именно это реформы Мохаммеда бин Салмана, согласно которым нет больше наказания за не ношение хиджаба. Но это не касается городов Медины и Мекки. В этих городах является хиджаб обязательным. Также я нашла информацию о том, что в Индонезии есть ограниченный закон о ношении хиджаба. В одной из провинций, только в одной из провинций этой страны под названием Ачех, женщины-мусульманки обязаны носить хиджаб на публик. Гамбия. В этой стране правительство тоже постановило, женщины, которые работают в госорганах, должны приходить на работу в хиджабе. Вот Иран после иранской революции, хотя во время революции людям обещали, что не будет обязательного ношения. И люди на это повелись. Но как только совершилась революция, уже два года после исламской революции было запрещено женщинам входить в госучреждение без хиджаба. А еще два года после этого официально в Исламском уголовном кодексе Ирана было принято, что несоблюдение хиджаба в общественных местах карается 72 ударами плеть. Я вам хотела подчеркнуть и сделать акцент на том, что в таких странах, даже как Казанистан до прихода талибов к власти, там не было насильного и обязательного хиджаба. Но мы можем наблюдать, что в этих странах люди сами хотят соблюдать такой тип одежды. Женщины сами его носят, базируясь на каких-то собственных личных предпочтениях. Либо, как папа сказал, либо из-за мужа, либо из-за того, что боятся, как кто-то, чтобы не посмотрел. На уровне закона на данный момент Иран одна из тех немногих стран, где хиджаб является обязательным. Но если бы этого не было, если бы не было такого закона и вот этой обязаловки, мы с вами можем видеть уже на этом видео, которое я вам показала, во что превратился бы в Иран. Мы бы его не отличили от Европы. Для многих нас это шок, потому что мы считаем многие по своему незнанию и недостаточной информации, мы считаем, что вот Иран и Ирак, какая разница, кроме буквы в конце слова. А народ хочет другого, народ показывает что-то другое. И если бы не было на законном уровне закреплено вот это вот насильное ношение, мы можем увидеть, во что бы превратился Иран в эти дни. Я еще хочу привлечь ваше внимание на то, как реагируют другие люди на то, что молодежь гуляет без платков. Вы посмотрите, для них это абсолютно натуральные какие-то естественные виды. Никто ни на кого не смотрит с огромнейшими глазами, никто ни на кого не смотрит с какой-то похотью. Для иранцев это вообще обычное дело, понимаете? Это очень важно. Поэтому можно сказать, что если в Иране не будет обязаловки носить платок, это будет современная страна с прогрессивными взглядами, с молодежью, которая стремится к лучшему, с молодежью, которая активно юзает интернет, которая, знаете, новинки техники. Меня радует в Иране именно то, что там очень много людей, которые идут со временем в ногу. Да, есть пласт того населения, который консервативный, он такой везде есть, и у нас, и там. Но в целом приятно, что страна все-таки, вы знаете, вот еще раз говорю, что если там снимут платки, мы никак не отличим Иран от Европы. Спасибо, что досмотрели это видео до этого момента. Благодарю вас за просмотры, за лайки. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...